...мироздание, признание того, что мы 30 лет после распада Советского Союза двигались в ложную сторону, и вот теперь все осознав... Привет! Ну что, довоевались российские оккупанты до нового уровня. Значит, что получается? 30 лет Рашка шла не туда, и вот теперь она вроде бы якобы выходит на правильную дорогу. И вроде бы это как раз тот момент, когда нужно восхвалять маньяка, то есть российского президента, и говорить, какой он умный и классный. Единственный момент, что из этих 30 лет вообще-то практически сколько? Ну полных 23 года Россией управляет единолично Владимир Путин. И получается, он вел эту пока еще длинную страну не туда. Да, я никогда не был сторонником, что у Путина есть двойники, тройники, четверники или пятерники. Нет, но если уж смотреть на этот резкий разворот, то вполне возможно, что Путина подменили. Или он просто сошел с ума. Я за вторую версию. Потому что абсолютная власть сделала из него маньяка. Ну а тема двойников, она, конечно же, прекрасна. Вы же знаете, вы, наверное, читаете разные телеграм-каналы и так далее, сколько двойников у президента Путина, да? Да, только сейчас эксперты гадают, их три или четыре. И сейчас, кого мы сейчас видим каждый день, вот сегодня утром возлагали к Минину и Пазашскому, это вот третий или четвертый двойник, это непонятно. Чем больше будут качать эту тему, тем больше будет пищи для размышлений на тему. А может быть царь не настоящий? Ведь настоящий отец народа едва ли погнал бы десятки тысяч российских мужчин на смерть. Как всегда в любой стране надежда это на детей, на подрастающее поколение. Так вот, дети, кажется, в сказки эти уже верят. Ну, в смысле, понимают, что с Манничеллой что-то не то. Что вполне возможно, это биоробот. А мы что, Путин? Да, да, пока, да. Пока у них вот такой вот расклад, ну, в смысле, Манничелла Владимир Путина находится в Кремле, война, очевидно, будет продолжаться. После того, когда его замуруют в кремлевской стене, не факт, что будут глобальные изменения, но это в любом случае дает некие возможности. Открывается это окно возможностей. Пока же война. Значит, россияне на Херсонскую область уронили порядка 80 планирующих авиабомб. Были удары по Одессе. И страшно. Война, которая забирает жизни, несет разрушение. Ну, и с хорошего, во-первых, мы тоже не пасем задних. Нанесли удар по поселку Седово. Там была мощная Бавовна и, очевидно, по канонаде был склад боеприпасов. Этот населенный пункт давно уже оккупирован, еще в 2014 году. И раньше Седово проходило как единственный курорт оккупированного Донбасса. Потому что у них было единственное место, где был выход к Азовскому морю. А теперь Бавовна. Еще из позитивного это заявление главы Укроборонпрома о том, что мы начали выпускать массово FPV-дроны. И мы якобы начали выпускать аналоги на российских шахедов. Или планируем их начать. Вот тут самое важное. Потому что эти дроны должны лететь на тысячу и более километров. Тут главное не путать. Мы планируем это делать или это мы уже делаем. Потому что шахеды к нам прилетают ежедневно, еженочно. А планы они как аэропланы. То есть тут критерий один единственный. Если будет прилетать в Ростов, в Калугу, в Брянск и, конечно же, в Москву. Если оно прилетает, если их ПВО работает нон-стоп. И они выпускают десятки или сотни ракет каждую ночь для того, чтобы сбить наши птицы. Тогда, да, это работает. Это государственный подход. Дрон должен быть простой, как автомат Калашникова. Лететь и нести. Чем проще, тем лучше. Главное массовость. Ну и чтобы оно как минимум летело. В любом случае, что я вам хочу сказать. Тут кое-кто подписал России приговор. И вы будете удивлены, кто этот кто. Наш знакомый Владимир Мудозвон. Это 500ка, да? Факт 500. Да, она подписана на 500 М62. Чигун. Чигун. Полностью поддерживаю смерть российскому нацизму. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем здесь вещи своими именами. И вообще-то, это же призыв не только в отношении себя. Это приговор не только себе Владимир Соловьев подписал. Но еще и всем остальным. Скобеева и Оле. Все это пропагандистские обслуги. Ну и, конечно, непосредственно маньяку Владимиру Путину. И нужно еще раз подчеркнуть. В разгар Палестино-Израильского конфликта я хочу официально заявить, что Соловьев, он не еврей, он российский нацист. А то время от времени он тут давит на то, что он какой-то особенный. Ничего подобного. Вот выступление Владимира Владимировича – это мысль об Александре Мневском и его путешествии в Орду, что является таким важным, на мой взгляд, историческим событием. Это действительно был, как говорится, важнейший, на мой взгляд, поворот в русской истории, когда Александр Невский, разбив тевтонцев, немцев и шведов, отправился в Орду, как говорится, для того, чтобы фактически стать вассалом Орды. Кто может сегодня себя позиционировать как Орда? То есть как сила, как альтернативная сила, которая выдает ярлык на княжение? Ну, Монголия современная едва ли, а Китайская Народная Республика вполне возможна. И да, пока выглядит именно так, что Си этот ярлык выписывает. Помните, товарищ Си не так давно прилетал в Москву и сказал, что «я поддерживаю Путина на президентских выборах». Какие там выборы, все прекрасно знают, но до этого процесса на тот момент вообще было полтора года. А товарищ Си заговорил об этом первым. От такого исторического путинского кульбита даже не может отойти немножечко пропаганда. И вот то, что это сегодня прозвучало, это говорит о том повороте, который в России происходит. Потому что Владимир Владимирович в своей, в общем, замечательной действительно биографии начинал, на мой взгляд, как либерал и западник во многом. Вот. И вот это вот эволюция. Я не знаю, насколько его либерализм и западничество было искренним, поскольку Россия шла в фарватере тогда запада. И другого пути, кстати, на мой взгляд, не было, потому что России очень много надо было взять у запада. И мы многое взяли, между прочим, при всем нашей риторике антизападной. Но вообще-то мы многому научились за эти 30 лет, как говорится, преобразуя нашу экономику в рыночную. У запада мы взяли массу, как говорится, технологий и организаций производства. Товарищ Си перекупил, перевербовал Владимира Путина. И теперь он поет под его дудку. Я когда слышу вот эти вот истории о том, что Запад передал по факту фашистскому режиму технологии, мне всегда это вызывает горькую улыбку. Потому что вот эта вот просветительская роль Запада, которую они несут, они же всегда транслируют то, что называется ценности, свои ценности. Их под это частенько просто обманывают. Берут самое важное, самое ценное, средства производства, технологии, а потом все это используют для чего? Для борьбы с этим Западом. Для его уничтожения. Нет, Грета никогда этого не поймет. Вот сегодня эти слова, не знаю кто как, я никогда не слышал от Владимира Владимировича этих слов. Это чисто евразийская позиция, абсолютно евразийская. Это Евразия, это то, что нас объединяет. Это в определенной степени некий аналог советского. Мы в какой-то момент ощущали себя в первую очередь Ордой, но то, что сказал Путин, сегодня, наверное, можно называть ментальным разрывом со всем так называемым коллективным Западом. В голосе Оли я слышу много пафоса. Ей нравится этот разрыв, хотя ключевое слово здесь вассальное положение Российской Федерации, ну или ее фрагментация. Жизнь покажет. Хотя, если уж говорить о разрывах, у нее и ее партнера были разные мнения по поводу и прорывов, и разрывов. Любили они на эту тему поиронизировать. Глубокий и красивый прорыв. И он сказал, что якобы их не будет. Это что-то из ассортимента секс-шопа, мне кажется, а не из генштаба. У каждого свои, конечно, ассоциации. Ну, такие сравнения тоже вполне допустимы. Вдохновившись идеей разрыва, Оля начала противоречить сама себе. Никак не могут они определиться, украинская армия будет получать помощь от западных стран, в частности США, или нет. Вот, по ее мнению, вроде как на нас начинают экономить. Да? Блинкин объявил о новом пакете из Израиля военной помощи для Зеленского. Там разные данные. Сообщают про 125 миллионов, но это на снаряды для Хаймарс. В общей сложности 420 миллионов военной помощи. Для понимания, почему это мало. Ну, во-первых, раньше деньги выделяли миллиардами. А во-вторых, тот же самый Блинкин буквально с месяца два назад заявлял, что они посчитали и вычислили, день войны на Украине стоит 140 миллионов. И вот теперь они выделяют всего 420 миллионов. Буквально на пару-тройку дней войны. Ну, то есть продолжают агонию бедного и несчастного Зеленского, хотя он, конечно, не бедный и не несчастный. Если учесть, что главным достижением российской фашистской армии является то, что они сдерживают украинское наступление, то большой вопрос, у кого здесь агония. Но что я слышу? Опять 3-4 дня и все. То есть россиянам, как всегда, предлагается исключительно ждать. Но декать в эту бочку добавляет сама Скобейла, когда говорит, что ну да, 3-4 дня, а потом будут новые поставки, новые бомбы. Лично мне кажется, главное, чтобы бомбы летели дальше, чтобы были ракеты, которые стартуют с украинских Ф-16 и поражают российскую тактическую авиацию, чтобы они не выходили в район пусков КАБов. Там, где была написана «Смерть российскому нацизму», Соловьев пока это не дописал, но вполне возможно на второй бомбе он написал именно так. И оставил это у себя в архиве в качестве, ну, такого, что ли, смягчающего обстоятельства для Гааги. Ну и абсолютно невероятное от Пентагона. Военная помощь Украине помогает Соединенным Штатам Америки в первую очередь. «Помогает Соединенным Штатам создавать американские новые рабочие места, укреплять индустриальную американскую базу и является разумной американской инвестицией», заявил только что Остин. Но, то есть, по сути, для нас они ничего нового не сказали. Просто раньше они врали, рассуждая про какую-то там демократию, свободу, борьбу с авторитаризмом. Именно поэтому же они раньше спасали Зеленского. И вот теперь, по прошествии почти двух лет спецоперации, сказали правду. Да плевать нам на демократию на Украине. Мы выделяем деньги, потому что так же, как и во время Второй мировой войны, мы пытаемся вывести свою страну, США, из кризиса. А вам вы врали все это время. Теперь с этим живите. Когда Скобеева обзывается на букву «Х», это говорит о том, что истерит она. Раньше они себе таких вещей не позволяли. А вот теперь, внимание, почему она истерит? Потому что, если США выгодно инвестировать в свой военно-промышленный комплекс, то почему они должны прекратить делать то, что выгодно им? А нам нужно американское оружие. Действительно, это жизненно необходимая вещь. Потому что нас хотят банально уничтожить. Вот российский нацист Соловьев, он пытается как-то укорять израильское государство, что оно ведет слишком агрессивно войну и наносит авиационные невыборочные удары. Говорит, что так нельзя. Вот совсем другое, что предлагал он. Только по отношению к украинцам. Вот мои предложения по Украине были понятны. Не метафорическое использование тактического ядерного оружия против вооруженных сил. Четко и ясно. Я и сейчас повторю. Мои абсолютно четкие и ясные предложения были уничтожить города. Но сначала дать возможность выйти оттуда жителям. Пожалуйста, предупреждение выходить. И сметаем города. Нет у нас времени и желания 40 лет ходить по пустыне. Ну или потом 2000 лет ждать, когда будет историческое окно возможностей, чтобы получить свое государство. Тем более, это государство у нас уже есть. Так что, когда Соловьев писал на бомбе смерть нацизму, он говорил именно о себе. Это же публичный призыв к геноциду. Эти вот рассказы о том, что выйти гражданскому населению из городов перед ядерным ударом, куда люди могут выйти? Ну вот куда? В космос, в небо? Выйти некуда? Мы вообще-то у себя дома. Так, на секундочку. Уничтожаем инфраструктуру, из которой ведутся атаки по Крыму, по Белгороду. Но мы даем возможность выйти мирным жителям, по моему плану. А здесь же другая позиция. Здесь уничтожить население. А сколько погибнет мирных жителей? Ну, судя по всему, там же нет мирных жителей, нам было сказано. При этом, если я правильно помню, то иностранная пресса меня за все это осуждала. Если я правильно... Осуждала за требование спалить Берлин. Я сейчас требую спалить Берлин. Поэтому советую немцам покинуть Берлин. Они прямым текстом, как настоящие классические нацисты, все как книжка пишет, декларируют своей целью уничтожение и истребление украинского народа. А куда они приходят, если кто-то думает, особенно из вот этих вот любителей русского мира, что сразу начинают платить зарплаты, пенсии, наступают счастья, ничего подобного. Дальше начинается так называемая деноцификация населения. И касается это, как выяснилось, абсолютно всех. Фильтрация, соответствующие допросы. Но обычно вариантов несколько. Или бежать, или подвал. Цели, которые Владимир Владимирович поставил и по демилитаризации, и по деноцификации. Кстати, недавно состоялся совет по интеграции, который по идее Валентины Ивановны создан в Совете Федерации. Обозначил семь ключевых направлений, на которых нам стоило бы сосредоточиться для ускорения интеграционных процессов. И вот седьмое направление, которое было названо, это как раз определить термины и механизмы по деноцификации. Потому что мы с этим сталкиваемся на земле непосредственно при освобождении населенных пунктов. Те, кто преступники, те, понятно, преступники. Они будут осуждены и будут отбывать свой срок. Это те, кто с оружием в руках защищал свою страну. Этих в лагеря. Ясно. А с остальными что? А вот те, кто учил детей в школах, всякой ерунде по поводу превосходства украинской нации, по поводу того, что Гитлер — это освободитель. Те, кто не выполнял свои обязанности или выполнял их халатно, как медик. Те, кто был полицейским и задерживал сторонников республики или России. То есть репрессировать нужно всех бюджетников и вообще всех государственных служащих. И опять же, все говорится абсолютно прямо, без каких-либо дополнений или уточнений. Самое главное — учителя. Ликвидировать украинскую школу и украинского учителя. Там, правда, разные товарищи бывают. Есть такая категория людей, которым, в принципе, все равно, что петь. Это учителя не с большой буквы, а так, продажные гниды, которые сегодня патриотизму учат украинскому, завтра записывают детей в Гитлер, простите, в Путин-югенд и не видят никаких противоречий. Вот с этими людьми как быть? Тут нужны соответствующие процедуры, механизмы, термины. И, кстати, очень радует, что наш комитет по конституционному законодательству и строительству уже активно взялся за эту тему. И уже сейчас процесс идет, уже назначены, есть уже предварительные направления, где мы хотели бы с этим поработать. При всем этом ужасе радует только одно, что время от времени прилетают ракеты, украинские дроны и деноцифицируют российских захватчиков. В том числе тех, которых ставят на такие якобы гражданские должности, ну, по факту это оккупанты и коллаборанты. Оккупанты частенько приезжают из других регионов России и сдыхают, а чтобы не сдать в Украине, не надо в нее приезжать. Все очень просто. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем вещи своими именами. До побачення. Украина была, е и буде. Продолжение следует...